Всем привет ребята, с вами Джофф и это наша сборка модов патчу 0.9.7. Каждый патч мы ремонтируем огромное количество старых модов, чтобы они работали как надо и находим для вас несколько новинок, чтобы вас порадовать и сделать вашу игру еще более удобной и приятной. Потому что я лично ребята считаю, что удобные и хорошие моды должны быть у всех, как минимум для того, чтобы просто исправить какие-то недочеты интерфейса нашей игры и сделать эту самую игру еще более интересной и разнообразной. Ну а взамен за нашу работу мы просим от вас всего ничего, только лайк под этим видео и подписку на наш канал. Плюс, если вы расскажете об этом модпаке вашим друзьям, то мы будем только рады, пусть и у них будут удобные и хорошие моды для World of Tanks. Ну а что касается старых модов, наши постоянные пользователи уже в курсе, что и как, поэтому мы сразу перейдем к новинкам и расскажем вам, чем можем вас порадовать в этом патче. Итак, поехали! Светлячок 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 Он помогает вам узнать, насколько сильно вы можете повернуть свое орудие вправо или влево. У нас в модпаке есть целых 4 варианта на любой вкус. Выбирайте, что вам понравится. Информационная панель выбранной цели – ваш лучший помощник. Этот мод показывает количество ХП, бронирование, обзор, бронепробитие и урон вашего противника. Если вы еще не освоились в мире танков и плохо знаете характеристики машин, без раздумий ставьте этот мод. Панель повреждений действует иначе. Она показывает, кто именно по вам стрелял, каким типом снаряда, сколько нанес урона и пробил или не пробил. Это один из самых полезных модов в нашей игре. Он позволяет быстро определить, сколько ХП вы потеряли и кто по вам стрелял без засвета. Если противники стреляют по вам голдой, вы тоже об этом узнаете. В разделе «Боевой чат» у нас представлены несколько полезных модов. Сообщение «Я засветился», которое автоматически посылается в чат при вашем обнаружении, когда союзников осталось меньше 5. История сообщений чата, чтобы всегда можно было посмотреть, кто с кем и когда ругался. Оповещение других игроков о стрелявшем по вам союзнике. Тоже полезная штука, если вдруг в команде нарисовался тимкиллер. И лог полученных повреждений в чате, если вдруг вам не хватает панели повреждений. Отдаление камеры и свободная камера – это два очень важных мода. Первый позволяет отдалять камеру в игре и осматривать поле боя сверху. С помощью второго можно в реплеях оторваться от танка и летать по полю боя, как это делают в своих официальных видео Wargaming. Кроме того, крайне советую отключить дрожание камеры в динамическом режиме. Вам сразу станет намного комфортнее играть и целиться в движении. Плюс в этом же разделе есть четырехступенчатый снайперский прицел для любителей улучшенного зума. Он сильнее обычного прицела приближает ваших врагов. В разделе «Изменения внешнего вида» у нас тоже очень много модов. Отключение камуфляжей и надписей на танках, если вдруг кому-то они не нравятся. Шкурки с зонами пробития танков для начинающих и уже опытных игроков. Цветные декали попаданий танков сразу видно, куда вас враг пробил, а куда нет. Белые трупы уничтоженных танков и вагонов. Если враг за ними прячется, легче его выцеливать. И многое-многое другое. Особняком стоит мод на увеличение дальности видимости на картах. Этот крайне полезный мод убирает туманную дымку вдали и позволяет вам видеть четко и без помех. Улучшение в ангаре – это целый список модов, которые вам помогают вне боя. Во-первых, советую вам поставить фирменный ангар Джова. Он лаконичен и сэкономит вам несколько FPS, если у вас слабый компьютер. Статистика игровой сессии показывает вам, сколько урона, опыта, побед и кредитов вы получили за серию боев или за целый день. Средний урон на танке в ангаре – это маленький мод с большими возможностями, который сразу в карусели танков показывает урон ваших боевых машин. Теперь не нужно каждый раз залазить в достижения, чтобы узнать, какой у вас средний урон. Достаточно просто посмотреть на иконку танка. Вертикальное дерево развития танков более привычное и понятное, чем горизонтальное. Также есть очень удобный многорядный список танков в ангаре с фильтрами, уровнями боев и индикацией значка мастера. Мод на активацию ЛБЗ выполняет сразу несколько вещей. Во-первых, автоматически активируют доступные ЛБЗ. Переактивация происходит в ангаре при выборе танков в карусели. Этот мод можно интегрировать с модом на ангарный расчет опыта и боев до следующего танка. При этом появляется возможность выводить информацию об ЛБЗ в ангаре, плюс подробные описания умений и навыков для тех игроков, кто пока не разбирается в игре. Ну и, конечно, различные удобные мелочи, типа запоминания последнего выбранного сервера и часы в ангаре. Ну и, наконец-то, мы добрались до изюминки нашего матпака – комплексного мода XVM. Полезность этого мода трудно переоценить. Смотрите сами. ХП союзников и врагов в ушах команды. Помогает следить за развитием боя и понимать, куда и когда нужно ехать. Но будьте осторожны. Этот мод очень тяжелый и влияет на фпс на слабых компьютерах. Ну, а маркеры засвета в ушах команды противника показывают, какие враги засветились, какие в данный момент светятся, а какие нет. Альтернативные маркеры техники. Более лаконичные, на мой взгляд, чем стандартные от ВГ. Плюс есть иконки фокуса и защиты цели, которые показывают, кого нужно добить, а кого защищать. Умная мини-карта с огромным количеством возможностей. Подписи танков и точки последнего засвета. Квадрат отрисовки и круг максимального обзора. Круг обзора вашего танка с учетом перков и оборудования. Плюс указка направления камеры. Лог личного урона. Показывает, сколько урона вы нанесли в бою и по каким танкам. Также у нас есть на выбор огромное количество картинок для перка «Шестое чувство». Если вам не нравится стандартная лампочка, вы можете выбрать что-нибудь другое. Красный стоп-сигнал или, возможно, значок канала Джова. И если вас не устраивают стандартные иконки танков в ушах команд, у нас есть свои. Минималистичные, цветные и реалистичные. Выбирайте. Некоторые из них весьма-весьма удобны. Я, например, выбрал себе минималистичные. Очень удобно определять разные классы техники. Теперь отдельно по поводу звуковых модов. Мод на звоночек крита подсказывает вам, когда вы закритовали выстрелом противнику какой-нибудь модуль. Внешний или внутренний. Сирена пожара. Понятное дело, яростно воет, если вас поджигают. Поможет не очень внимательным танкистам, ну или любителям спецэффектов. Также у нас есть озвучка перка «Шестое чувство». Тихое, среднее и громкое. Плюс можете выбрать звук отчета времени после засвета. Помогает понять, когда ты уже вышел из-за света и можешь расслабиться. Ну и последний важный мод в нашем модпаке – это программа для поднятия FPS на слабых компьютерах. Вот Твикер Плюс. Она может убирать из игры некоторые не особо важные спецэффекты. Дым и пламя при выстреле. Эффект рикошета и дым из выхлопных труб. Эффект разрушения объектов. И движения листвы. Эти эффекты все вместе или каждый по отдельности могут поднять FPS на вашем компьютере, если будут отключены. Кроме этого, программа может пережать текстуры игры до минимальных значений. Конечно, после этого все будет выглядеть вокруг, как в игре 2000 года. Но зато практически гарантированно даже самый слабый компьютер сможет тянуть танки и показывать хоть какой-то приличный FPS. Так что, ребята, если у вас далеко не новый ПК, попробуйте эту нашу разработку. И еще в нашем матпаке есть несколько полезных модов, предоставленных официально Wargaming. Это менеджер реплеев для удобной сортировки ваших нагибов. Это WG Social для публикации результатов боя в социальных сетях. Wargaming FM, мод радио, если вдруг вам скучно играть без музыки. На этом, дорогие зрители, мы с вами прощаемся. И, конечно, пишите свои предложения и замечания в комментариях. Что добавить в наш матпак, что убрать, а что изменить. Мы ко всем нашим зрителям прислушиваемся. На этом у нас все. Удачных вам боев и сочных побед. Чао, какао!